Мы продолжаем сегодня с вами серию винегретов по недельным главам. И этот урок по главам Ваяк Хелеби Кудей и Талмудцы Калдафьоми на этой неделе будут изучать трактат Назир, страницы 48 по 54. Урок посвящается. Это сказано немножко по-другому. От всякого человека, побужденного сердцем своим, возьмите мне труму. То есть сначала как бы повеление было, что от любого можно брать труму. А потом говорится только из вас, из общины Израилевой. И Зухар, на самом деле, в начале нашей главы пишет, что есть разница между этими двумя выражениями, что изначально и Эр-Эвраф, и те египтяне, которые присоединились к еврейскому народу, могли давать дотации для строительства храма. А вот позже, когда уже Эр-Эвраф были основными зачинщиками изготовления Золотого Тельца, то Всевышний уже не хотел от них никаких дотаций, поэтому подчеркнул, что только из общины Израиля пусть дотации на храм будут собраны. Почему слово «мешкан» упоминается в начале главы Пикудей дважды подряд? Да, дословно, вот исчисление, да, Пикудей относительно «мешкан», «мешканга идут», да, свидетельство, «мешкана», «мешкана», «мешкана». Дважды слово «мешкан», «скинии», «скинии» свидетельство. Раши пишет от имени Медраша Танхума, что «мешкан» здесь упоминается дважды, чтобы подсказать, что храм будет дважды взят от нас, заберет его Всевышний в качестве залога, как бы, то есть, когда мы не будем слушаться, дважды будет разрушен храм. Видимо, этот граф основан на идее, что слово «мешкан», да, пишется почти так же, как «машкон», некий залог, да, что залогом нашим был когда-то наш храм, а когда мы не слушались, Всевышний его разрушил. В первый раз руками Вавилонии, потом второй раз руками Римского государства, да, Римской империи. Но вопрос тогда, почему действительно в нашей главе упоминается «мешкан» дважды. Моораль объясняет, что, так как наша глава занимается подсчетами именно материалов, и мы уже читали в главе Китиса, что все, что считают, есть на этом, как бы, некая опасность, да, всегда, когда считают что-то, все, что подсчитано, есть в этом некий, ну, обычно называют это дурной глаз, да, на самом деле есть большой вопрос, что точно имеется в виду, но, по крайней мере, есть такая идея, что есть определенная опасность, все, что подсчитано, поэтому он считает, что вот именно в нашей главе, эпикуды, где все подсчеты описываются, сколько каких материалов было использовано, то, соответственно, тут же и написана, подсказана идея, что «мешкан» будет от нас забран как залог. Я видел интересную вещь в Парша-блоге на интернете, что, так как «покад» значит еще «навещать», как бы, да, ведь это слово, оно может использоваться в тоже и в негативном смысле. Бывает, что Всевышний навещает, как бы, наши грехи. Бывает, в хорошем смысле, вот, например, «покады цара», Всевышний навестил, так сказать, бросил свой взор на Сару и дал ей ребенка. А бывает в плохом смысле, очень много стихов, в Ермеяху в особенности, где «пкида», да, этот глагол используется в смысле, что Всевышний навестил грехи людей и накажет. Поэтому, может быть, глава Пикудей, да, когда Всевышний навещает, как бы, намек тоже, мы подсчитывали, подсчеты делали, но слово само Пикудей, может быть, навещает наши грехи на нас, поэтому именно здесь «мешкан» упоминается в контексте, да, в основном, подсказывает идею, что Всевышний заберет его у нас. Последний вопрос по этим главам, да, причина, почему мы эти две главы читаем вместе, обычно, когда годы невысокосные, то есть у нас один Адар, да, то читаются Вайкелли и Пикудей вместе. Еще три других пары глав, книги Вайкрафт, все похожие главы обычно соединяют вместе, так что всего получилось четыре недели лишние, да, из-за которых нету в году, в котором на один месяц меньше, соответственно, четыре субботы нужно соединять две главы вместе. И получается, большую часть лет мы читаем вместе Вайкелли и Пикудей, и большую часть лет это и есть глава еще и Ходэш, будет другой свиток Торы выносить, последний из четырех особых, последний из четырех особых суббот, когда мы читаем из второго свитка какую-то особую главу, да, в данном случае Аходэш-Азэ-Елахэм-Рош-Кадашим, будем читать из второго свитка, про подсказку на месяц Ниссан, да, это последняя суббота перед месяцем Ниссан, который начинается в четверг. Так вот, еще один вопрос по нашим двум главам, которые будем вместе читать, это вопрос по отношению к тому, кого именно нужно было помазывать в первый раз, и кого помазывали в будущем. Дело в том, что в первый раз говорится в Торе, что всех священников, да, не только Аарона, первого священника, да, главного священника Коангадоля, но его детей помазали. А вот в будущем этот закон относился только к первосвященникам, нет обязанности помазывать каждого священника, даже во время, когда еще было это масло, которое сделал Моше, его использовали только, чтобы помазывать первосвященников во время, и до, наверное, первого храма, и потом в течение первого храма, да, Мазали первосвященников. Почти 800 с чем-то лет это продолжалось, согласно Хазали, этот период времени. Но вот в конце этого периода спрятали масло где-то в храмовой горе и больше уже не помазывали. Во время второго храма даже первосвященников уже не мазали никаким маслом, масло было спрятано. Вопросы по трактату Назир. Первый вопрос. В нашей Мишне приводятся разные виды ритуальной нечистоты, из-за которых Назиру приходится сбривать волосы и начинать отсчет заново. В том числе один из примеров говорится «мертвое тело», а потом говорится «гзаит от мертвого тела», размер солива от мертвого тела. То есть, казалось бы, если уже сказано, что даже небольшой кусочек мертвого тела делает человека полностью нечистым, самый худший из вариантов нечистоты, мы еще видим, что есть случаи, когда человек становится нечистым, но Назиру не нужно заново отсчитывать свои дни в такой ситуации. Но мы сейчас говорим о тех видах нечистоты, самых плохих, из-за которых Назиру нужно все заново начинать. Так вот, если «гзаит» мертвого тела достаточен для этого, то почему, говорится, целое мертвое тело? На самом деле, там он описывает историю, что когда Раби Мейер умер, то Раби Игуда, его коллега, запретил пускать все его учеников. Такая смешная история, говорит, что они не учиться хотят, а только спорить, да, или с холастикой заниматься. Есть очень похожая история в трактате Кедушин, про то, что там описано, да, там связано было с тем, если в каких ситуациях храмовые жертвы годятся или не годятся, чтобы можно было сделать Кедушин женщине. Так Раби Игуда был недоволен, что что это за вопрос такой? Ученики Раби Мейера спрашивают, да, это у нас попал в результате в мишну. Мы говорим о периоде, когда еще мишна не была сформулирована. Получается, что Раби Игуда получал эти учения от Раби Мейера и его учеников. И был недоволен, что что это за вопрос, который практически никогда не случается, чтобы можно было сделать Кедушин женщине прямо в храме. Кто так делать будет и как это получится вообще? А вот здесь, похоже, да, начало истории одинаковое, но вот другой вопрос, который, видимо, тоже не понравился Раби Игуде, это как раз наша мишна. Говорится, что он не хотел, чтобы они приходили, ученики Раби Мейера после его смерти, но тем не менее один из них, некто Сумхос, пришел и как раз рассказал нашу мишну перед Раби Игудой. И Раби Игуда разозлился, говорит, что я же говорил, что они учиться не пришли, только спорить приходят. Что если уже из-за этого мертвого тела надо начинать назируть заново, то тем более из-за всего мертвого тела. Тогда Раби Иоси говорит, Мейер умер, да, это все были ученики Раби Акивы. Так Раби Иоси говорит, Мейер умер, Игуда злится, если еще я промолчу, то что тогда будет с Торой? И поэтому Талмуд пытается объяснить все-таки, какие есть варианты, когда нужно, да, что-то новое нас учит, что тело мертвое, бывает, тоже не имеет кзайта, сформировавшегося органа. Да, бывает такое, что, например, зародыш не имеет кзайта плоти. Вот, еще вариант, как они говорят, что мертвое тело подсказывает идею, что если большинство костей по количеству или по размеру, любой вариант достаточно, большинство просто по количеству костей, если мертвого тела, часть костей потерялась, но большинство осталось, или по величине костей, то есть самые большие кости, которые составляют большую часть строения мертвого тела, скелета, Это в обоих случаях они все передают нечистоту через шатер, то есть под одной крышей. Мы уже говорили, что речь идет именно о нечистоте под одной крышей. Чтобы передать нечистоту касанием, достаточно даже одной маленькой косточке величиной сичменное зерно. То есть совсем маленькая косточка. Если ее коснешься, становишься нечистым. И назир в том числе становится настолько нечистым, что должен заново все начинать. Но вот если ты находишься в одном здании под одной крышей с мертвой косточкой, то от этого человек не станет нечистым. А вот если их много, этих костей, в том числе то, что здесь называется мертвым телом, имеется в виду большая часть скелета, согласно тому, как заключает Талмуд. И так действительно халаха следует. Соответственно, иконам в наше время нельзя заходить в место, где хранятся большая часть костей какого-то мертвого тела. Знаете, во многих школах, например, в Америке хранят скелет человеческий. Мы уже говорили, что вообще-то череп или шидра, позвоночник, этого достаточно, чтобы передавать нечистоту под одной крышей. Если нет, например, всего позвоночника или всего черепа, но есть большинство костей, то тоже этого достаточно, чтобы передавать нечистоту под одной крышей. Поэтому это большая проблема для коинов, но я уже говорил, что, по некоторым мнениям, нееврейские мертвые тела не передают нечистоту через шатер под одной крышей. Поэтому если в Америке, в основном случае, подавляющее большинство людей, которые отдают свое тело науке, так сказать, у которых скелеты сохраняют в тех же департаментах биологии, это, как правило, не евреи, поэтому есть на что положиться коином. В общем, не просто наше время быть коином. Окей, следующий вопрос. Разные части трупа переносят нечистоту разными способами. Ну, обычно, да, переносится нечистота тремя способами, а именно касанием, подниманием даже, если не коснулся, да, если взял, например, носовок, там, веником, скажем, какой-то... Нет, не только, кстати, к мертвому телу человека относятся. Есть и мертвые части животных, как правило, переносят нечистоту через масса, да. Во всяком случае, первый вариант – касание, второй вариант – поднимание, и третий вариант – это под одной крышей огель. Это только к мертвому телу человека относятся, да. Животные мертвые, они не переносят нечистоту под одной крышей. К Назиру в данном случае это не имеет отношения, потому что к Назиру вообще мертвые тела животных, хотя они делают его нечистым, как любого человека, но к Назиру он не теряет предыдущие дни. Мы еще об этом поговорим чуть позже. Так вот, есть, как мы сказали, виды нечистоты, которые передаются только касанием или приподниманием, но не через шатер. Например, мы уже говорили, и в случае Назира тоже, что маленькая косточка величиной с ячменное зерно, если коснешься или подвинешь, то станешь нечистым, но если находишься с ней в одном шатре, так сказать, под одной крышей, то не станешь нечистым. Так вот, внимание, мой вопрос такой. А что переносит нечистоту подниманием или под одной крышей, но не переносит с помощью касания? Это все тоже в нашей Мишне, на 49-й странице трактат Назир приводится, в том числе список, да, как мы сказали, разного вида нечистоты мертвого тела, и один из элементов там это прах разложенного тела. Так вот, известно, что минимальный шиур этого праха, он тоже необычный, некий тарвад. Тарвад обычно приводит как некая поварешка. Сегодня тоже в современном иврите это слово существует. В других местах мы не находим такой шиур. Обычно шиур или вагзает, да, иногда кибейца в каких-то законах шиура, размер с яйцо. Да, еще есть разные шиурим, но здесь размер с какую-то большую ложку, цифтамудис, диспут, сколько это именно. Одно из мнений это что-то полные руки как бы, да, как пригоршня в двух руках, как-то так, что ли. В общем, это, этот прах, говорится, что он, в нашем трактате это не сказано, но это так говорится в трактате Хулин, что он может перенести нечистоту только при переносе или под одной крышей, но не с помощью касания. Почему это так? Причина, что невозможно как бы коснуться всего этого праха вместе, да, когда касаешься к заят мертвого тела, ты касаешься всего к заята сразу, да, если он не коснулся всех сторон, но он весь вместе. А прах это много пыли фактически, да, поэтому получается, что когда ты коснулся частички праха, ты не коснулся другого ее части. Поэтому прах, он переносит нечистоту только если поднял, например, собрал его весь совок и поднял, или если ты находишься под одной крышей с ним. То есть на улице, например, человек коснулся немножко праха, который там лежал, то тогда он не станет нечистым. Кстати, про этот прах еще есть много разных деталей здесь в Талмуде, насчет того, когда именно относится закон про прах. И выходит, что это очень редкая ситуация, что может быть прах только гнилого мертвого тела. Поэтому, если бы, например, его похоронили в обычном деревянном гробу, то уже это не считается, потому что и гроб тоже гниет. А нужно, да, получается, что ситуация праха, это когда, например, мертвое тело положили, скажем, в стеклянный гроб или там в мраморный гроб или что-нибудь в этом роде. В общем, очень редкие ситуации. Вопрос. Почему Рабишин Барьохай, говорится, принял на себя множество постов так, что аж почернели его зубы? Интересная история. В Талмуде Рабишин Барьохай очень много постился из-за чего? Талмуд здесь в трактате Назир описывает, что Раби Акива сначала считал, что определенный вид нечистоты передается определенным шиурам даже от двух разных мертвецов. Но потом говорили, что он поменял свое мнение. И его ученик Рабишин Барьохай, вы знаете, что Раби Акива в конце жизни было пятеро учеников. Как раз мы о них немножко уже сегодня говорили. Трое из них были упомянуты в истории про Раби Мейра, который умер, Раби Игуды, который не хотел пускать его учеников, и Раби Йоси, который пытался ситуацию немножко успокоить, не привести к большим диспутам. Так вот, эти трое были учениками Раби Акива. Еще один очень известный ученик Раби Акива – это Рабишин Барьяхай. Считается, что он был большим мистиком, да, ему вот предписано за книгу Зогар. Хотя сегодня есть многие мудрецы, которые не согласны, что книга Зогар, во всяком случае, вся книга Зогар уж точно не написана из школы Раби Акива Барьяхая, может быть, какие-то части идут из его школы. Есть люди, которые считают, что полностью книга Зогар была сформирована гораздо позже, уже времена решения. Во всяком случае, он, без сомнения, был действительно большим очень мудрецом, и Талмуд об этом говорит. Насчет книги Зогара, он наиболее известен в некоторых кругах, именно как автор Зогара, как раз это большой вопрос. Сам Талмуд нигде не говорит ничего про Зогар, и книга эта появилась, во всяком случае, стала известной только в средние века, гораздо позже Талмуда, да, в Испании. Поэтому есть большой вопрос, да, как любая книга, если ее нашли очень поздно, то есть вопрос, насколько она аутентична, и какая часть действительно может быть из древности. Вот. Ну, как бы там ни было, вот это тот самый Раби Шимбар Юхай, и говорится, что в данном случае он с сарказмом отнесся к слухам, что Раби Акива поменял свое мнение, он же от него учился до конца жизни, фактически, Раби Акивы. Да, даже есть история в Талмуде, как он ему прислуживал, еще когда его держали в конце жизни в тюрьме, Раби Акива поместило Ревское правительство в тюрьму, и потом предало смерти. В общем, так или иначе, Раби Шимбар Юхай знал все, что Раби Акива говорил в течение жизни в основном. Поэтому он сказал с сарказмом, что Раби Акива всю жизнь говорил, что это нечистое, так неужели он после смерти, что ли, поменял свое мнение? Вот. Это, конечно, было хорошее юмористическое утверждение, но потом он решил, что нехорошо так говорить про Раби Акива в любом случае. Да, потому что он хотел, видимо, этой шуткой, да, убедить людей, что наверняка Раби Акива не менял свое мнение, но надо было как-то по-другому это сказать. В общем, в результате он принялся о множество постов. Говорится, что аж почернели его зубы из-за постов. Есть подобное утверждение в трактате Хагига про другого мудреца, что он там беть шамай сначала не понял их мнение и отозвался нелестно о них. Но потом он в результате очень долго постился, пока не почернели его зубы. Где в нашей суге, возможно, упоминаются прозрачные материалы в отношении законов ритуальной нечистоты? Вот здесь есть одно из утверждений в нашем трактате, в 53-й странице, в котором есть очень много разных объяснений, что оно значит. Упоминается какой-то Эвен Хасыхухит. Камень Схухит. Что это за Схухит? Значит, одно предположение, что это слово Схах, да, что-то, что висит. Значит, есть объяснение, так, что Сафот, похоже, считают, что это что-то надвисающее. Наш комментатор, который на месте Раши, я уже говорил, что, скорее всего, комментатор Назира, этого трактата, он не Раши, а какой-то другой мудрец. Гораздо менее на него полагаются и гораздо меньше его изучают. Но он приводит два разных мнения насчет того, что может значить этот камень Схухит. По одному его объяснению, это какой-то тяжеленный камень, который не сдвинуть. Но очень странно, потому что вообще Талмуд в таких камнях говорит в контексте совсем другой тумы. Тумы Зава, так называемого, подобных. Есть виды тумы, там Хейс это упоминается в том числе. Я сейчас не буду в это вдаваться, но вот, например, человеку, у которого гонорея. Да, Зав многие переводят как гонорея. Какие-то выделения мужские. Он там, может быть, переносит нечистоту определенным образом. И вот если камень очень тяжелый, его не сдвинуть, то к нему это не относится. Но при чем здесь нечистота мертвеца, у которого совсем другие законы, непонятно. Я же говорил, что так это комментатор не Раши, скорее всего, только к его словам и не относятся так уж серьезно, чтобы пытаться объяснить то, что он написал. И, в общем, большинство не согласны с ним. У него есть другое объяснение насчет камень Скухит, которое тоже не очень имеет смысл, судя по всему. Во всяком случае, все эти объяснения по-разному трактуют само слово Скухит. Но интересно, что Раш по одному из своих объяснений, похоже, считал, что Скухит это как З-Хухит. Да, С и З похожи. По-русски тоже, кстати, бывает, например, пишется через С, а читается З. Вы помните, это исключение мы с детства учили. Три слова, которые пишутся через С, здесь здание здоровья, если З, Д, а другие все пишутся через С, Д. Но читать все равно З. С и З достаточно похожи. Поэтому он похож считает, что Скухит это Захухит. Скухит это, конечно, стекло. То есть стеклянный камень. Что же там именно имеется в виду? Во-первых, эти слова Роша у нас вообще не напечатаны. Но их приводят Шитами Кубецит. То есть, видимо, когда печатали слова Роша, пропустили этот отрывок. Но у него они были. Шитами Кубецит это было собрание, я уже говорил, учителя Аризалия, между прочим, лет 500 назад. Он собрал много очень важных слов решением, которые до нас не дошли потом. Поэтому они только цитируются в Шитами Кубецит. И Шитами Кубецит есть не ко всем трактатам, но трактат Назира, она есть. И вот там цитируется, что Роша понимает это как Захухит. В каком именно контексте, трудно точно понять, когда именно этот камень стеклянный. То есть, не камень, конечно, но так по-наеврите, видимо, называется. Стеклянный камень, то есть, стеклянный материал. В каком именно контексте он не как другие материалы. Но интересно, что Раврубин Маркулия в наших пометках приводит, что и рамбам различает между стеклом и другими материалами в другом контексте, но похожем, тоже связанной с Нечасотой Мертвеца. Есть такой трактат, которому нету талмуда, ни бавилонского, ни иерусалимского. Трактат Охелот. Шатры, дословно. Это связано с Нечасотой Мертвеца, которая передается через шатер. И там, в 6 главе, в 5 Мишне, рамбам пишет тоже про стеклянный материал, через который видно Нечастота. И, соответственно, раз видно насквозь, раз он прозрачный, то как будто эта Нечастота прямо там находится. Может быть, что-то подобное и здесь. Если что-то стеклянное, как будто его нету. Интересно, что я решил это связать с важным законом, который и к нам может относиться. В свое время у раввинов спрашивали, что будет, если суку, шалаш, еврейский праздник Суккот, суку покрыли стеклом. Будет ли такая сука некошерная и будет ли она некошерной сторой? Так вот, есть общий принцип, что вообще, если в суку не попадает дождь, то, по некоторым мнениям, такая сука не годится, потому что сука, по определению, это временное жилище, куда сильные дожди, по крайней мере, просачиваются. Не обязательно, чтобы сразу любой моросящий дождь попадал. Некоторые специально делают суку с толстой крышей, чтобы дождь с трудом попадал. Но, по крайней мере, хоть сильный ливень должен немножко просачиваться в суку, иначе это совсем не такое уж временное жилище. Это уже как дом станет. Есть другие, кто спорят с этим принципом и считают, что не обязательно, чтобы дождь попадал. В любом случае, скорее всего, это каравинский закон. Поэтому, по теории, в принципе, сука, даже если вообще дождь не попадает, скорее всего, кошерная. В свое время было придумано, как сделать схах такой, что почти не попадает дождь. Но говорят, что и там, если будет сильный очень ливень, да еще и наискосок, как-то с ветром, то немножко искорки будут попадать. То есть, не то, что... да, брызги будут немножко попадать. Не то, что вообще он герметичен полностью. То есть, он сделан так, что туда трудно попасть. Но там пробелы есть в крыше. И туда попадает хотя бы какой-то дождь наискосок. Некоторые использовали такой схах. Я не знаю никого лично, кто использует такой схах. Но это, конечно, очень удобно, чисто практически, если можно сделать кошерную суку. И при этом, что туда почти не попадает дождь при обычных обстоятельствах. Но в свое время был вопрос, а если покрыть стеклом, например? Лихой рода, если все, что связано с законами суки, это именно тень, да, некошерная тень может сделать некошерный схах суки, то в данном случае, если стекло не дает никакой тени, то, может быть, действительно, если даже покрыть кошерную суку просто стеклом, неважно, сверху или снизу, то, может быть, сука останется кошерной, по крайней мере, и стороны. Интересный вопрос. Тогда это может относиться и к прозрачному пластику, тоже не только к стеклу. Вот. Возможно, что это связано в том числе с интерпретациями, которые мы здесь видим в отношении нечистоты мертвеца и чем-то, что, возможно, надвисает, например, стеклянное. Да, возможно, что стекло и прозрачный материал имеют особый статус в еврейском законе, раз через них все видно, раз они прозрачны. Еще вопрос. Мы уже видели, что есть виды нечистоты, когда Назир вынужден начинать отсчет заново. А что насчет других случаев, когда во время Назирута человек стал ритуально нечистым? Ответ, что это все в нашей Мишне, в трактате Назир на 54-й странице объясняется, что даже в случае нечистоты мертвеца Назир не всегда теряет свои предыдущие дни, то есть ему нужно сбривать волосы и начинать заново отсчет. Вот. Например, если он прикоснулся к предмету, который касается мертвого тела, да, не к самому мертвому телу, а к тому, что касается мертвого тела, он становится нечистым на 7 дней, но потом продолжает соблюдать оставшиеся дни Назирута с места, где он остановился. И также определенное количество, например, крови мертвого меньше, чем шиур для Назира, может сделать его нечистым, но при этом он не станет терять свои предыдущие дни. Если только ревит кровью был в шатре, например, и так далее. То есть есть случаи, когда человек стал нечистым от мертвеца, но при этом предыдущие дни не теряет, просто отсчитывает 7 чистых дней и продолжает потом подсчет своих дней Назира. А если нечистота вообще не связана никак с мертвым телом, и при этом он стал зав, гонорея, как мы уже говорили, то тогда он может продолжать подсчет дней Назира даже во время, когда у него другая нечистота. То есть люди постоянно становились ритуально нечистыми. Когда эти законы соблюдались, да, часто человек становится нечистым по разным причинам. Мало ли, что человек делает нечистым. В Торе очень много разных есть видов нечистоты. Но Назиру это никакого отношения не имеет. Поэтому он продолжал считать свои дни Назира, но при этом был нечистым по другим причинам. А если, скажем, Назир стал проказным, то здесь Мишна говорит следующее. Если он стал Митсура, то тогда сами дни карантина, когда еще... Понимаете, Митсура, как правило, он сначала временный карантин был у него, 7 дней. Потом, в зависимости от того, что происходит с этими пятнами белыми, которые у него на коже, ему могли, да, оставить его уже теперь на долгий срок. Мухлат назывался, что решили уже, что он теперь на постоянном карантине. Или он мог остаться, да, еще на 7 дней, еще раз проверить. И тогда после этого его отпускали. Так вот, время, когда он мусгар, как говорится, когда он на временном карантине, эти дни даже засчитываются ему в срок Назира. А вот когда он мухлат, когда его на постоянный карантин поместили, эти дни ему не засчитываются, но хотя бы он не теряет предыдущие дни. То есть, допустим, Назиром был 20 из 100 дней, а потом стал Митсура. Если даже он постоянно Митсура был какое-то время, а потом очистился, то он продолжает отсчет оставшихся 80, а не все 100. Да, он не теряет предыдущие хотя бы. Последний вопрос, очень интересный. Можно ли Назиру или Коину, в наше время тоже может относиться, может ли Назир или Коин касаться, например, или заходить в дом, где находятся предметы, которые касались мертвого тела, имеется в виду металлические предметы. Дело в том, что есть такая драша у Хазаль, что меч подобен мертвому телу. Они сравнивают, да, так что Бехал Алхерев написано в том числе, да. Мы как раз читали в этот шаббат этот отрывок про красную корову, ее пепел и про виды нечистоты мертвеца, да. Это все из книги Бамидбар, из главы Хукат. Вот этот отрывок считается дважды в год. Один раз в неделю перед неделей перед Решходышем, да. Предпоследняя из четырех особых, четырех суббот, да, паршет пара. А второй раз читаем, когда дойдем до этого, уже позже, летом где-то, да, в главу Хукат будем читать. Так вот, этот отрывок, в том числе, говорит, там есть такое выражение, Бехал Алхерев, тот, кто убит мечом, да, одно из мертвых тел. Но Хазаль учат, что Херев, он как халаль, что сам меч, а по мнению и другие металлические предметы, есть даже мнения, что не только металлические, но вот мы сейчас говорим по мнению, по которому металлические предметы переносят нечистоту, как само мертвое тело, если они коснулись мертвого тела. Так вот, казалось бы, тогда, возможно, что и Назир, если коснется, или даже будет в одном шатре, возможно, с металлом, который коснулся мертвого тела, то этот Назир теперь должен сбривать волосы и считать все заново. А тогда у нас есть общий принцип, что там, где Назир сбривает волосы и считает заново, там и Коэн не может оскверняться. Получается, что и сегодня Коханим не могут заходить ни в какое здание, в которое находится металл, который касался когда-либо мертвого тела. Так вот, интересно, что Тософот здесь на странице 44 приводит интереснейшую историю, что когда Робейну там так постановил, что действительно Назир сбривает волосы, а значит и Коэну запрещено заходить в шатер, где находится металл, касавшийся мертвого тела, то ему написал другой Балтософот, Рабихайм Коэн. Он был Коэном, конечно, Рабихайм Коэн, один из важных Балтософот. Он написал Робину таму, перефразируя стих из пророка Ишеяху. «Какой же дом вы мне построите?» — говорит Всевышний. А вот тут он написал Робину таму, «Какой же дом ты мне построишь?» В смысле, я Коэн, в какой же дом я смогу заходить, по-твоему? В старые времена очень многие дома имели мечи, которые когда-то убивали врагов и так далее, разные металлические предметы, которые касались мертвого тела. Мало ли есть предметов, металла, который касался когда-либо мертвого тела. Так тогда Коэну вообще ни в какой дом почти нельзя заходить. В общем, что касается практической халахи, то Рабь Йосеф Каро приводит в Бет Йосефе строгое мнение, но Шуханавхи почему-то не приводит, а Рыма приводит оба мнения. И на практике говорит Рыма, что обычай быть мягким. И так кажется, сегодня тоже обычай. И так-то сложно Коэнам, как я уже говорил, но в любом случае, где где можем, мы ищем им оправдания и стараемся следовать более мягким мнениям. Поэтому в данной ситуации Рабьино Тама строгость – это действительно очень большая хумра, и многие мудрецы спорят с ним, и поэтому на практике есть еще другие причины быть мягким. Я же не буду вдаваться во все детали, но на практике, как пишет Рыма и Аруха Шухан и другие, обычай Коэнов – заходить в места, где находятся металлические предметы, которые когда-либо касались мертвого тела. И на этом мы на сегодня закончим. Урок посвящен Сульфу Шлема Шель Михаэль Бенрахэль, Раиса Бацониа, Бехоли Сраэль.